Дорогие друзья, всем привет! Сегодня в мастер-классе я вам хочу показать очень легкое в исполнении но очень нежное колье из бусин и бисера если вам нравится оставайтесь со мной я покажу как его легко и просто сделать итак друзья по материалам нам с вами понадобится бисер у меня это чешский бисер размер 10 серебристый цвет вот такой его номер цвета 78 102 затем понадобятся бусины под жемчуг у меня вот такие акриловые бусинки под жемчуг красивые их размер четыре миллиметра и также нам понадобятся с вами вот такие биконусы 4 на 4 миллиметра плести я буду на тонких но крепких ниточках для бисероплетения мы начинаем и так вначале я набираю на иголку 4 бусинки 4 миллиметра жемчужные и замыкаем колечко как обычно первый наш с вами набор набрали 4 бусинки и завязываем узел после чего прохожу в ближайшую бусинку для начала работы просто чтобы отойти от узелка и приступаем к плетению так набираем на иголочку 3 бисеринки серебристого цвета 3 бисеринки затем набираем вновь 4 бусинки 4 миллиметра набрали опускаемся вниз и сразу делаем следующий крестик то есть проходим в первую бусинку с противоположной стороны от выхода нитки у нас образуется крестик вот так затем набираем на иголку 3 бисеринки 10 размера 3 и сразу здесь же я набираю 4 бусинки 4 миллиметра для того чтобы сделать очередной крестик 4 бусинки опускаемся вниз ссылочки на материалы я вам оставлю под этим видео вот так получается и проходим иголкой через первую бусинку с противоположные от выхода ниточки стороны и четвертый раз делаем точно также набираем 3 бисеринки на иголку затем набираем 4 бусинки 4 миллиметра набрали точно также повторяем опускаемся вниз делаем крестик пройдя через первую бусинку затянули теперь смотрите набираем на иголку еще три бисеринки серебристого цвета 3 бисеринки и объединяем это плетение с первым крестиком проходим иголочкой вот в эту бусинку затягиваем у нас с вами получается вот такой элемент из этой бусинки я поднимусь через соседнюю бусинку мне нужно чтобы вышла у меня иголка из центральной верхней вот этой бусинки вот из этой встретилась с хвостиком начальной нитки я еще раз связываю теперь можно точно быть уверенными что плетение не распустится и теперь я прохожу иголочкой через вот эту бусинку и мы всегда будем выходить вот из этой бусинки вот вышли из этой бусинки набираем с вами на иголку три бисеринки серебристые затем 4 бусинки мы набираем так набрали четыре бусинки опускаемся вниз и делаем на этих бусинках крестик точно также проходим через первую вот эту бусинку в обратном направлении от выхода ниточки затягиваем затем вновь и набирают три бисеринки на иголку 3 затем вновь набирает 4 бусинки для крестика снова опускаемся вниз по ниточке вот опять поступаю точно также то есть прохожу через первую бусинку с противоположной стороны опять набираю на иголочку три бисеринки 4 бусинки опускаемся вниз по ниточке повторяем точно также то есть проходим через первую бусинку с противоположной стороны от выхода нитки вновь набираем три бисеринки и так три крестика у нас уже есть и мы набираем три бисеринки и проходим вот в эту бусинку первого элемента с противоположной стороны от выхода ниточки вот набрали 3 и заходим с обратной стороны в эту бусинку когда вы затянете вы увидите второй такой же точно элемент вот теперь проходим по всем бисеринкам бусинкам бисеринкам и выход ниточки нам нужен вот из этой бусинки и повторите пожалуйста такое плетение до необходимой вам длины итак друзья промежуточный вариант решила вам показать я то есть плела смотрите четыре вот этих фрагмента сплела четыре фрагмента сейчас возьму чем вам показать вот ножничками то есть один вот этот ромбик или квадрат как хотите называйте второй третий четвертый точно так же но я думаю понятно когда я сделал уголок здесь на плела и соединила и теперь мы будем плести точно такую ленту в зеркальном отражении вправо я сейчас доплела полностью колье что называется вот замочка до замочка вот такой вид она имеет вот такой уголок это чем я вам говорила вы можете оставить и так если вам нравится но тогда плетите на леске или на мононите в два сложения на тоненькой чтобы вот эти крестики хорошо держали форму потому что сейчас данном случае у меня она такое нежное знаете подвижное потому что на ниточке вот и я приготовила уже биконусы 4 на 4 и тот же самый бисер у меня и мы начинаем с вами обшивать объединять вот эти ячейки то что я вам говорила чтобы колье было более стабильная более держала форму жестко поэтому я буду набирать смотрите три бисеринки буду набирать затем биконус и опять три бисеринки проходить я буду в следующую бусинку то есть у меня вышла нитка вот видно из этой бусинки я набрала вот такой ой что-то я переборщила секундочку так сейчас надо увеличить кадр так вот итак выходим вот из этой бусинки по направлению к углу к уголочку нашего колье далее я набираю три бисеринки биконус 3 бисеринки вот такой набор у нас будет постоянным набрали и проходим иголочкой до смотря какие бусинки если вы возьмете 6 миллиметров тогда у вас будет другое количество здесь между бусинками так как бусинки будут крупнее будете подбирать количество это главное чтобы вот эта бисерная дуга легла ровно чтобы она и не топорщилась и ниточка не провисала тогда все будет хорошо наша с вами задача в общем привод превратить вот эту снизку с бисером в такую ленту поэтому мы с вами выравниваем по обе стороны проходя вот таким набором то есть я набираю я набираю три бисеринки биконов три бисеринки и вновь прохожу в следующую по ходу плетения вот эту бусинку которая у нас боковая подтягиваю нитку и объединяю проплетите так самостоятельно все колье перьмы с вами пришиваем биконус и вставляем их между крестиками внутреннего ряда то есть по всему вот так вот контуру проходим и заканчиваем около замочка ну что же друзья вот я обшила колье получился вот такой очаровательный уголок я прикрепила замочек вот здесь с краю за 0 набрала петельку из шести бисерин как мы обычно с вами делаем и прикрепила вот такой замочек очень красивый вот такой тут петелька здесь такой крючочек вот такое колье нежное получилось я сейчас как обычно сделаю для вас несколько фото как смотрится данное колье на плоскости как смотрится данное колье на манекене и на этом все я говорю вам до встречи в новом мастер-классе всем пока и Продолжение следует...